Рекомендую канал Rixi Channel. На нем вы найдете множество свежих топов, интересных фактов и полезных лайфхаков. Автор рассказывает о различных случаях из истории, науки и мира кино. Советую подписаться, ссылка в описании. Любовь настолько сложное и удивительное чувство, что душа невольно сопротивляется попытке свести ее механизм к одним химическим процессам. Сейчас я вам расскажу немного удивительных фактов о любви. В организме влюбленного вырабатывается повышенное количество дофамина, гормона удовольствия. Правда, это касается не только любви, но и наркотиков, игромании и так далее. За нежность в отношениях отвечает гормон окситоцин. Его еще называют гормоном родительской любви. Во время влюбленности и у женщин, и у мужчин резко повышается уровень тестостерона. А вот бабочки в животе – это не выдумка. Щекочущие ощущения в животе во время влюбленности вызывают гормон норадреналин, он же гормон стресса. За половое влечение отвечает комплекс гистосовместимости – набор генов, который отвечает за молекулы клеточной поверхности. Ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, вырабатывает ли человек феромоны. Американский профессор антропологии доктор Хелена Фишер утверждает, что активная выработка дофамина может длиться не больше 30 месяцев. То есть утверждение, что любовь живет 3 года, научно обоснованно. Немецкий исследователь Андреас Бартель доказывает, что некоторые обычно активные зоны мозга у влюбленных находятся в состоянии сна. Они отвечают за негативные эмоции и рациональные решения. Любовная депрессия – научно доказанный факт. После резкого скачка дофамина начинается спад. Резкое уменьшение дофамина в организме вызывает депрессию. Сиротин снижает уровень дофамина в организме, что вызывает понижение градуса любви. Дофамин начинает усиленно вырабатываться в организме, в том числе от новых впечатлений, поэтому так высок процент курортных романов. Во время влюбленности у мужчин зоны коры больших полушарий, отвечающие за зрение, становятся активнее. То есть выражение, что мужчина любит глазами, имеет научное подтверждение. У женщин в тот же период активнее работает область мозга, связанная с памятью. Поэтому женщины лучше помнят все события и даты первых месяцев отношений. И не забывают про годовщины, в отличие от нас. Акситоцин, вырабатывающийся у влюбленных, работает как болеутоляющее. Он способен начать вырабатываться не только рядом с партнером, но и при взгляде на фотографию. Во время поцелуя дыхание влюбленных учащается втрое. Доктор Хелен Фишер из Радгерского университета США выделила несколько этапов влюбленности. Вожделение, притяжение и привязанность. Шоколадные конфеты дополнительно стимулируют мозг влюбленных. В какао содержится фенилотиламин. Исследователи Калифорниевского университета в Дэвисе провели эксперимент, связанный с сердцебиением у влюбленных. Они выяснили, что у пар, которые смотрели друг на друга в течение трех минут, сердцебиение синхронизируется. Чтобы влюбиться, человеку достаточно четырех минут. Ключевым фактором привлекательности являются сигналы тела. За ними идут тембр и темп голоса. Сказанные слова имеют самое слабое влияние. Разбитое сердце – не фигуральное выражение, а синдром. У страдающих особо тяжелой формой наблюдается боль в груди, неровное сердцебиение и затрудненное дыхание. Нередко синдром разбитого сердца принимают за сердечный приступ. Вот такие вот коротенькие факты, я надеюсь вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также я жду ваших комментариев, хорошего настроения и до встречи. А если ты сидишь с компьютера и не хочешь пропускать наши видео, то нажми вот на эту вот шестеренку и поставь галочку вот сюда. Ну, затем нажми сохранить. Субтитры сделал DimaTorzok